После комментария Алексея Венедиктова о том, что Михаил Велер сам попросился в формат передачи «Особое мнение», его чрезмерное проявление агрессии, без достаточных на то причин, в корне меняет характер этого конфликта. Моё мнение, он повёл себя очень некрасиво, прежде всего как мужчина по отношению к женщине, которая занималась своей работой. Да, порой она действительно провоцирует, но это часть их работы, для этого они там и сидят. Ольга Бычкова немного ироничная, но очень профессиональная, видимо, как никто другой подходила к такому кульбиту, который, видимо, стал необходим Велеру в сегодняшней напряжённой российской атмосфере возвращающегося чекизма. Не только на эхо Москвы, но и по всем официальным СМИ возникают подобные конфликты, нередко переходящие в публичные драки. И если посмотреть на состав этих агрессивных психопатов, то напрашивается логический вопрос, не является ли это заранее срежиссированными сценами патриотизма для дальнейшего использования в нарастающем давлении чекистов на политические и общественные элиты. Тот же Велер ещё буквально недавно пел просто замечательные песни в адрес власти, а сейчас стал почему-то таким нервным. К сожалению, этот неизбежный процесс деградации будет набирать обороты по всему спектру общественной и политической жизни государства, потому что оправдывать аннексию, агрессию, авторитаризм, беззаконие, своевластие, принуждение грамотного населения к архаике априори является полным бредом. Кремль изо всех сил пытается вернуться в прошлый чекистский мир с доминирующей идеологией и единственно правильной политической спецслужбой. И главное препятствие, которое не позволяет им осуществить эту лубянскую мечту, всё та же пресловутая частная собственность, которая рождала крестьянские восстания, массовые неповиновения и народные бунты. Невозможно голосовать на квартале активных гражданинств. Это противозаконно. В жилищном кодексе Российской Федерации сказано, что существует единственная, единственная форма голосования. Это общественное собрание собственников. Никакой активный гражданин не может быть. Надо всё же отдать должное идейным кротам Лубянки в том, как они щитро придумали на этот раз забрать у населения их частную собственность. В 2000 году после развала Союза ФСБ, немного окрепнув и восстановив большую часть агентуры, доставшейся от КГБ, решила взять реванш и вернуть своё влияние на постсоветском пространстве. Главной проблемой была десятилетняя демократизация институтов власти и разросшаяся частная собственность. Для осуществления этой задачи необходимо было сделать две вещи. Первое. Прервать свободное право граждан избирать и быть избранными. И второе. Создать атмосферу беззаконности и вседозволенности во всех структурах и исполнительной, законодательной и судебной власти. Кремль и Лубянка, сразу же после вступления Путина в должность президента, активно занялись разрушением судебной системы, отменой выборов глав регионов, упразднением выборов мэров, расчленением прокуратуры, тщательной фильтрацией депутатов всех уровней, созданием госмонополий и антиконституционных военных формирований. Одним словом, с уничтожением принципа разделения властей, чекисты отработали на отлично. С частной собственностью быстро справиться не получилось. И как в годы становления советской власти, экспроприация и национализация пошла со скрипом. К тому же, появление интернета сделало бесполезным захват почты, телефона и телеграфа, а также государственных СМИ. Но, вернусь к частной собственности, путинский режим, как только получил доступ к праву формировать все ключевые посты федеральной и региональной исполнительной, законодательной и судебной власти, стал назначать на эти должности самых жадных, беспринципных и падких на коррупционные сделки претендентов. За 18 лет Кремлю удалось основные активы государств собрать в руки преступной, коррумпированной армады чиновников, госслужащих и должностных лиц. А у кого не получилось отжать собственность, все же удалось задержать в России и вовлечь таких бизнесменов и предпринимателей в преступные схемы обогащения. Теперь пришло время тотальной борьбы с коррупцией и казнократством. Вполне законно можно объявить, что пришло время собирать камни. Уже просматривается масштабная чистка, которая снова стянет всю частную собственность в руки государства. Но хочу напомнить всем новолистам и путинистам, что для Путина и всей своры чекистов демократы, либералы, центристы, левоцентристы, коммунисты, националисты, верующие, неверующие, которые обзавелись частной собственностью, так и остались чуждым классовым врагом. Если кому-то думается, что кто-то, кто нажил себе состояние в период демократической оттепели, удастся проскочить мимо Маузера, горько заблуждается. Экспроприация или национализация коснется всех без исключения, невзирая на должности, звания и положения в обществе. Хочу напомнить, что на борьбу с коррупцией Иосиф Сталин приказал выделить два кладбища. Владимир Путин, который хочет перещеголять всех своих предшественников, непременно выделит намного больше.